Аркам ТВ представляет Израильские официальные лица сделали множество лживых заявлений, начиная с 7 октября. Но реакция со стороны СМИ была настолько слабой, что за всей ложью трудно уследить. Итак, это первый материал от нашей медиаплатформы «Затео», который мы назвали «Развенчаны». ТОП-7 не правд о Газе развенчаны. Первая ложь. 6 октября уже было прекращение огня, но Хамас его нарушил. Беньямин Нетаньяху и Хилари Клинтон везде об этом говорили, но это абсолютная ложь. Буквально за две недели до 7 октября Израиль наносил авиаудары три дня подряд, а 4 октября протестующие в секторе Газа, по словам медиков, получили пулевые ранения в щиколотке. Это для вас выглядит прекращением огня. Даже на оккупированном западном берегу еще до атаки Хамаса 7 октября израильские войска убили 234 палестинца. Если все-таки было прекращение огня до 7 октября, то никто об этом не сказал израильским военным. Ложь номер два. В приоритете освобождение заложников. Нет ничего более важного, сказал Джо Байден. Но в прошлом месяце министр финансов Израиля сказал, что возвращение заложников не является приоритетом. Хамас должен быть побежден, заявил он. Сознательно или несознательно, но израильские военные убили больше израильских пленных, чем освободили. Фактически, как недавно твитнул один израильский журналист, цитируя новые отчеты из израильского новостного сайта, 10 пленных было убито израильскими бомбардировками в Газе. И это несмотря на то, что израильские военные располагали информацией, что они находились в здании, которое было их целью. Как сообщается, армия обороны Израиля убила своих же граждан. А затем они врали, что, цитирую, они погибли в плену у Хамаса. Ну, конечно же, все дело в заложниках. Ложь номер три. 40 обезглавленных детей. Как мы можем забыть самую вопиющую и самую отвратительную ложь всего этого конфликта? Ложь, которая стала вирусной и была повторена президентом США, который, в свою очередь, сказал, что он видел фото этих обезглавленных детей, хотя этих фото не существует. Так же, как и не было детей, сожженных в печи. Когда казала израильская газета «Хаарец», в своем расследовании, все это было неправдой. По данным Агентства социального обеспечения Израиля, 7 октября, к сожалению, действительно был убит один ребенок. 10-месячная малышка Мила Коэн, благословенная ее память. Но факт в том, что она не была обезглавлена. Один убитый ребенок – это уже много. Это большая потеря, трагедия и преступления. Но 40 обезглавленных младенцев – это просто циничная, безумная и омерзительная ложь, которая впоследствии была использована, чтобы оправдывать убийство сотен палестинских детей. Ложь номер 4. База Хамас располагалась под больницей Аш-Шифа. Помните это видео израильских военных, которые утверждали, что главный штаб Хамаса находится под больницей Аш-Шифа? Ничего себе! Подземное логово, прям как в фильмах про Джеймса Бонда. До сих пор нет никаких доказательств о существовании каких-либо штабов под больницей Аш-Шифа. Как сообщает Associated Press, израильтяне обнаружили несколько металлических коек в комнате, выложенной белой плиткой, покрытой ржавчиной. Выглядело это все заброшенным. В то же время Вашингтон-Пост огласил, что подземные комнаты, обнаруженные Израилем, не продемонстрировали никаких прямых доказательств об их использовании Хамасом. И Израиль не представил никаких веских доказательств, что Хамас использовал больницу в качестве штаба или координационного центра. Израильские военные солгали, чтобы и дальше продолжать атаки на больницы под тем же лживым предлогом. Ложь номер 5. Вы не можете верить Министерству здравоохранения Хамаса. Помните, что мне сказал представитель Израиля Марк Регеф в прямом эфире на телевидении Пикок в ноябре? Министерство здравоохранения Газа сообщает, что Израиль убил более 11 тысяч людей, включая... Контролируемое Хамасом. Дайте мне закончить. Контролируемое Хамасом. Дайте мне закончить. Вы не можете так говорить. Вы должны сказать Министерство здравоохранения, контролируемое Хамасом в Газе. Вы можете так говорить, а я не обязан говорить так, как вы меня вынуждаете. Почему нужно постоянно добавлять контролируемое Хамасом? Потому что нельзя верить цифрам, предоставляемым таким Министерством здравоохранения. Верно? Однако, это сделала сама израильская армия. Израильские военные обнаружили, что данные о потерях, предоставленные Министерством Здравоохранения Газы, являются достоверными, и даже используют эти данные на своих разведывательных брифингах. О, и самый известный мировой медицинский журнал «The Lancet» не обнаружил никаких доказательств завышенной смертности, сообщаемой Министерством Здравоохранения Газы. Ложь номер шесть. В Газе нет голода. Это буквальная цитата представителя Израильского Министерства обороны. И это очевидная ложь. Спросите родителей бедного Махмуда Фаттуха, двухмесячного младенца, который недавно скончался от голода в Газе. По данным Всемирной продовольственной программы, четверо из пяти самых голодающих людей в мире на данный момент находятся в Газе. Ложь номер семь. Жители Газы, которых сегодня убивают, избрали Хамас. Они голосовали за них. Отложите на минутку в сторону логику Бен Ладена, которая гласит «Если вы проголосуете так, как мне не нравится, то мне придется вас убить». Это просто неправда, что жители Газы проголосовали за Хамас. Это ложь. Половина населения Газы являются детьми младше 18 лет. Большинство из них даже не родились, когда происходили последние выборы, примерно два десятилетия назад. И даже на этих выборах в законодательные органы в 2006 году Хамас не получил большинство голосов в Газе. Итак, снова и снова правительство Израиля и его западные сторонники говорят наглую циничную ложь о войне. И снова и снова мы должны разоблачать эту опасную и смертельную ложь, даже если другие средства массовой информации не будут этого делать. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами. Субтитры сделал DimaTorzok